Приветствую вас! Знаете, вот я читаю ваш текст, да? Вы пишете, значит, что к психотерапевту возможности пока попасть нет. Вот волей-неволей хочется вас спросить, а мы-то тогда кто? Если у вас нет возможности к психотерапевту попасть. Ну, это так, к слову. Вообще, как вот я понял ваш текст, да, как я понял вашу историю, я её прочитал, вот. Ага, я думаю, что вот вы спрашиваете, да, как это пережить, никак не пережить. То есть, понимаете, вот у вас на протяжении всей, всего повествования у вас прослеживается, как бы, одна такая роль, одна такая позиция, вот. Вот, и она, эта позиция, видимо, видимо диктует вам и ваш вопрос, как это не парадоксально звучит. Вот. То есть, ну, мне так, по крайней мере, кажется. Вот, потому что, потому что, признаться честно, да, вот честно признаться, я не вижу других оснований, да, я не вижу других оснований для того, чтобы вы задавали нам именно вот такой вопрос, который вы задаёте. На протяжении, на протяжении всего текста у вас позиция жертвы. То есть, никакой личной ответственности вы как будто бы не несёте за то, что в вашей жизни происходит. Понимаете? Вот. Со своим мужем вы заняли позицию, вот именно со своим мужем, да, вы заняли позицию, опять же, такую, скажем так, родительскую, да, радость, вы отгородили его от всех-всех забот, вы как бы отдалили его от всех забот, да. Соответственно, мужчина не столкнулся с последствиями своих действий, да, вот, и по итогу он от вас просто-напросто начал отстраняться ещё больше. Вот. Ну, то есть, вот с точки зрения психологии, да, это такая достаточно классическая история, когда женщина не занимает равноправную позицию по отношению к мужчине, да, тем более, что у вас здесь есть некоторые нюансы, вот, на которые я тоже хотел бы обратить, безусловно, ваше внимание, потому что это важный момент, вот. Ну, пока что, пока что, давайте, вот, вы постараетесь понять именно это, именно это, вы постараетесь понять, что ваша позиция, это позиция жертвы, и она, эта позиция, к сожалению, вот сейчас, на данный момент не изменилась, то есть, вам нужно выходить из позиции жертвы и брать личную ответственность. Вообще, любые отношения, да, они в первую очередь характеризуются принятием личной ответственности, то есть, если партнёры в отношениях личную ответственность на себя не берут, не несут, вот, то сразу же возникают проблемы, сразу же возникают трудности, сразу же возникают конфликты и так далее, при условии, если, конечно, партнёры в этом смысле друг другу не подходят, да, то есть, вот, если, например, мужчина, да, допустим, ему нравится эта позиция женщины, что женщина ведёт себя, ну, таким образом, а женщина нравится, что мужчина ведёт себя таким образом, вот. Только вот, только в этом случае есть исключение из данного правила. Значит, смотрите, давайте мы теперь разберём, да, то, что вы написали. Мне 26, мужи 28, 10 лет были вместе с моим почти бывшим мужем, начали встречаться ещё, когда я учился в школе, потом ждала его старыми, и всё было хорошо. Значит, понимаете, какая история есть здесь? История здесь такая, что 10 лет вы своего мужа знаете. 10 лет. 10 лет – это срок немаленький, 10 лет – это срок очень немаленький, 10 лет – это срок достаточно большой. И, как правило, за 10 лет, а именно 16-26 происходит очень сильный скачок, личности очень сильный скачок, развитие в жизни человека. И вы уже, по сути, сейчас совсем другая, нежели чем тогда, когда были, вот, ну, когда только начинали отношения со своим мужем. Вы сейчас совсем другой человек уже, вот. И вам, вам, вот эту историю, вам эту ситуацию, вам данный факт нужно учитывать. Вам нужно учитывать данную историю, что вы поменялись, что вы изменились, что вы стали другой, что у вас всё теперь стало по-другому, что вы стали взрослым человеком. Понимаете, вы стали взрослым человеком. Когда вы начали встречаться только с мужчиной, да, вы, возможно, возможно, да, взрослым не были, но сейчас вы уже взрослые. Понимаете? Вот. И вы изменились, вы изменились, изменился мужчина. Понимаете? Мужчина тоже изменился, мужчина тоже стал другим. Понимаете? Эти изменения, возможно, они происходили не сразу. Ну, они происходили. Что-то менялось в вас, что-то менялось в нем. Но вы, скорее всего, на этом не заостряли в свое внимание. А жаль, потому что это очень важная история. Дальше. Значит, так, ну вот, да, представляете себе, что вы начали встречаться, когда еще только учились в школе. А сейчас вы уже взрослые люди совсем. Сколько времени прошло, сколько всего поменялось, сколько вас изменилось. То есть, ну, это же колоссальное количество всего произошло. Дальше, значит, начали так. Потом ждала его с армией, все было хорошо. Ругались, конечно, но всегда мирились. Еще один важный момент. Дело в том, что любая ссора не имеет абсолютно никакого смысла, да, и значение абсолютно, ну, абсолютно ничего не значит, любая ссора, если вы не вырабатываете каких-то решений в процессе этих ссор. То есть, если вы ссоритесь, и в результате ссоры ничего не меняется, да, то есть, все остается вот так, как было бы, просто просят друг у друга прощения и все, то проблема, проблема по факту, она остается, она не меняется, она не уходит, она остается. И я вынужден здесь задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы ссорились со своим мужем? Когда вы с ним ссорились? Вы Вот ссорятся со своим мужем. Вы принимали какие-то решения? Вы вырабатывали какие-то позиции? Вы действовали, меняли что-то в своем поведении или нет? Понимаете? Вот это один, один из самых ключевых аспектов. Без этого аспекта, без этого аспекта, ваше ссоры не имеет никакого смысла. А ваше, ваше примирение, это просто, ну, обуславливается чертами, чертами характера, да, и все, по сути. То есть, больше как бы ничего не меняется, больше как, как бы ничего не корректируется. Вот. Надеюсь, вы понимаете, о чем я вам сейчас говорю. Дальше идем. Значит, так, потом поженились, все по желанию. Ну, опять же, здесь было бы странно, если бы вы выходили замуж, а он на вас женился не по желанию. То есть, я вот честно вам говорю, да, что было бы странно. Значит, приехали в столицу, работали, веселились, задумались о детях. Как? В каком контексте задумались о детях? Появился старший сын, муж был счастлив до небес. А вы? Вернулись в родной город, так как тут с ребенком и жилье свое, и бабочки рядом. Видите, как вы строите свое повествование, да, то есть, вы строите свое повествование, по принципу сделали то, сходили туда и так далее. Вот, не то чтобы это плохо, не то чтобы это плохо, но для нас, как для психологов, это разница, то есть, как бы значения особого это не имеет. То, что вы пишете, по сути. Вот, то есть, ну, вы, ну, переехали вы, ну, уехали вы, да. Ну, нас волнует скорее история о том, как воспринял, как это воспринималось мужем, как это воспринималось вам. Вот, делали ли вы все это через согласие друг с другом, или все это делалось из попалки, вот, и так далее. Дальше. Значит, вернулись в родной город. Так, через некоторое время узнали, что ждем второго. Откуда такая спешка, для чего такая спешка в рождении второго ребенка, не совсем, не совсем ясно. То есть, ощущение, что вам стало друг другом скучно, а вы решили как-то вот, значит, ну, вы решили как-то разбавить ваш быт. По сути. То есть, вот, вот, вот вы просто натурально решили разбавить ваше быт. Вот. То есть, вам стало скучно друг с другом. Вот. И вы подумали, что, вот, вот, давай, неплохо будем завести ребенка. Вот. Вот. На самом деле, это очень тревожный знак, потому что нельзя детей заводить от, ну, от скуки. Вот. Нельзя детей заводить от скуки. Это очень тревожный знак. Вот. А я не знаю, конечно, да, я не знаю, как у вас именно конкретно обстояли дела. Вот. Не могу этого знать. Но, неплохо, неплохо бы определить, зачем вы ребенка, ну, как бы, зачем вам изначально был ребенок нужен? Для чего он был вам нужен? Чего? Что вы хотели? Вот. Как бы, ну, через ребенка. Для себя хотя бы получить, например. Чего вы ожидали, да? Как, допустим, тот же муж относился к детям, допустим. Вот. Тоже очень важная история. Для вас. Я уверен, что если все разобрать, вы увидите. Вы увидите, как ваш муж пришел к тому, что произошло сейчас. Что происходит сейчас. Так. Намечался опять приезд в столицу. Муж нашел лучше работу и по деньгам даже на съемной квартире потянули бы. Так. Это у вас тут улыбочка получается. Вот. Опять же, непонятно, как-то вот у вас совмещение, да, детей и постоянные переезды. Дети и постоянные переезды. Странно. То есть, как-то, как у вас это все соотносилось друг к другу. Я мотался из столицы в родной город. То есть, к врачам со старшим рожать тоже в родном городе решили. То есть, опять же, я не очень понимаю, да, если вы переезжаете, там, куда-либо, да, неважно куда, то, почему вы не могли в своем же городе, да, это делать? Если у вас в родном городе, если у вас в родном городе удобнее, допустим, то надо было оставаться в родном городе. Ну, то для меня эта позиция, она странная. В том смысле, что такое впечатление, да, что ни вы, ни ваш муж выбора сделать вообще не могли. Вот. Совершенно. Ни вы, ни ваш муж не делаете выбора. И, возможно, никогда его и не делали. Хотя, безусловно, я не могу утверждать этого наверняка, да, конечно же. Вот. Но, тем не менее, то есть, тут вы уже как бы действуете вот на износ, тут вы уже действуете на разрыв, разрыв, тут вы уже отдаляетесь. То есть, вы в этот момент перестали быть друг для друга женщиной и мужчиной, вы перестали быть партнерами, вы перестали быть теми, кем вы были раньше. То есть, возможно, до беременности второй, вот, все еще было хорошо, более-менее. То есть, были какие-то проблемы, да, но они не перевешивали того негатива, того, той отстраняющей силы, которая у вас появилась после этой истории с переедом. Опять же, перед родом уехала к родителям, снова непонятно. То есть, ну, почему так? Был ли отец с ребенком, да, со вторым, если не было, то почему? После рождения ребенка попали им на месяц в ОПНД на грани жизни и смерти, выкропкались, муж очень переживал, звонил, писал, приехал за нами. Ну, вот здесь, помимо того, что вы попали в ОПНД, да, здесь уже наблюдается такая жертвенная позиция ваша. Немножко. Прожили вместе три месяца, за это время я стал для него третьей ногой обслуживающим персоналом. Жили в разных комнатах, мои вопросы, мне плохо, я вижу, что-то случилось. Куда ответить, сама себе придумывать. Вот здесь начинается жертвенность, да. Значит, во-первых, такие вещи происходить сразу не могли. Ну, вы не могли жить в разных комнатах сразу, просто и внезапно. Это происходило, видимо, в результате чего-то. Это первое. Второе. Вы почему-то считаете, что вам плохо из-за мужа? Я не знаю, почему так вы считаете. Ну, может быть, вы скажете. В чем конкретно ваша такая позиция обусловлена. Вот. Но мне представляется, что здесь вы уже начали переносить на своего мужа ответственность. ответственность именно за себя, за свои чувства. То есть, плохо вам ответственен муж. Вот. Если вы чувствуете, что что-то не так, да, если вы чувствуете, что что-то изменилось, то нужно не отмудить требовать каких-то поступков, да, нужно, не отмудить требовать. А тут нужно самостоятельно смотреть, почему вам плохо. Почему? Почему вам плохо? Что случилось? Вот. Понимаете? То есть, это вот то, по сути, что переживает достаточно большое количество семей. То есть, когда люди достаточно долгое время живут вместе, и потом они начинают требовать друг от друга чего-то, да, то есть, друг от друга требовать каких-то обязательств, вполне так было. Вот. Но, опять же, само по себе это не происходит. Это происходит в результате длительного формирования. Вот. То есть, вы себе так поставили. Дальше. Значит, был ответ, ты сама себе придумаешь, я просто встал на работе, стал холодным, как ко мне. Значит, опять же, да, здесь проявляется наше недоверие своим чувствам. Вместо того, чтобы обратиться вам к своим эмоциям, к своим чувствам, к своей интуиции, вместо этого вы требовали от мужа подтверждения того, что, например, что-то не так. Вот. И все больше и больше углублялись в такую подозрительность. Подозрительность требовательность к раздражению. Далее вы пишите. Стал холоден ко мне. А какой у него мотив, какой у него мотив быть не холодным к вам? Должен был быть. Какой мотив? Временами, конечно, схлыбался и разговаривал, но быстро на мне все сходило. Опять же, в какой-то момент ваше доверие пропало. Ваше доверие друг к другу в какой-то момент пропало. Меня интересует, почему? В какой момент пропало доверие? Понимаете? Это нужно выяснить. Это только вы, только вы знаете, в каком момент пропало доверие. В любом случае, здесь ваши отношения за счет переноса ответственности и за счет того, что отношения потеряли гармонию, тогда вы стали требовать от мужа каких-то действий. Да? За счет этого у вас начались проблемы. За счет этого у вас начались плотности. За счет этого у вас начались трудности. Вот. Еще раз, вы, да, говорите, что я стал для него обслуживающим персоналом. Опять же, это вы себя так поставили. Вы поставили себя так, что вы обслуживающий персонал для него. При том, да, что вы пишете, что он стал к вам в холдинг. Конечно, стал к вам в холдинг, если вы выглядели для него только мамой и его детей. И все. Ведь о себе, как о женщине, вы, вероятнее всего, забыли. Ну, вот, на мой взгляд, как это выглядит, исходя из вашего текста. Вот. Ну и, соответственно, вопрос, который у меня к вам, да, он, собственно, про это. То есть, вопрос, собственно, про это, вопрос про то, по какой причине стало возможно, что вы забыли о себе, как о женщине. Вот. И чего, опять же, и чего, и почему вы ждали от своего мужа. Вот. От чего вам, вот вы пишете, да, от чего вам плохо было. Так. А помощь 6 детьми отгородила, но оставите на работе. Ребята, оставите на работе еще больше, вы ударились в материнскую позицию, еще больше вы стали матерью, еще больше вы стали хозяйкой, но тем более потеряли, потеряли вы своей женской роли. То есть вы отказываетесь от нее. Тоже вопрос к вам. Что вас заминирует? Какая, какая роль больше вас заминирует? Роль хозяйки, роль, роль жены или роль женщины? Вот. От женщины вас, как мы видим, здесь осталось, от женщины вас, как мы видим, здесь осталось немного. Вот. Дальше. То есть это ошибка, да, я не знаю, как у вас складывались отношения в семье, может быть причины там, но здесь это ошибка. Ошибка, потому что нельзя отгородить мужчину от помощи детьми. Во-первых, дети объединяют, во-вторых, мужчина лучше чувствует свою семью, если он занимается этими детьми. И в-третьих, вы взваливая все на себя, теряете свою привлекательность. И выступаете для него своего рода спасителем. Но спаситель из треугольника Карпмана это все та же жертва. Поэтому ваша жертвенная позиция все равно не поменялась. Была ситуация пищевая. Записала ребенка к врачу снять порог. Всю неделю говорила, не задерживайся на работе, пожалуйста. Ну, опять же. Вот здесь уже боюсь дело в семье. Здесь уже боюсь дело в семье, потому что вас, видимо, в вашей семье не научили, не показали, как нужно заботиться о своей самооценке. Вот. То есть я, конечно, не знаю, но вот не показали. Вам боюсь в вашей семье, как заботиться о своей самооценке. Про себя у мужа по нескольку раз одно и то же, да? Вы не повышаете привлекательность свою в его глазах. Вот. Скорее наоборот. Скорее наоборот. Вы, повторяю, снова и снова. Повторяю, вы своему мужу только надоедаете. Вот. И он чувствует, что вы в нем нуждаетесь. Через чего. Так. Значит, да, да. В итоге задержался, не предупредил, хотя время на это у него свободное было. Обиделась. А он обиделся, что я его отсчитывал. Ну вот обиде это ожидание. Ожидание это не взятие на себя ответственности за то, что вы хотите. Если вы справились, сняли ребенку по руку, да, то как бы вам нужно было рассчитывать, что мужчина может не успеть. В конце концов, если он задержался, значит он не хотел. Вот ему самому было плохо додали. Вы могли бы спросить просто, почему ты не предупредил, почему ты не пришел. Даже не, не, а, значит, а, не почему ты задержался, да, а почему именно не пришел. Но в этом нельзя. Вы не спросили его, а его чувства. Вы ориентировались на свои чувства и обиделись вы, хотя нужно это было выправить ребенку, хоть и не вам, а ребенку это нужно. Так почему же вы обиделись, если это нужно по итогу было ребенку, вот. Вот вы пишите, это, это же не мне по сути надо было тогда, но вы обиделись, почему. Рассказал, что дали, дали новую стажерку малолетку и она якобы, как пробка, окей, окей. Он с вами поделился. Это ценный момент, через некоторое время скандал из-за чего. Заметьте, здесь вы, опять же, не берете личную ответственность и не говорите, что я либо участвовала в скандале, либо сотеяла скандал, либо, ну, соответственно, спровоцировала его. Вы не говорите об этом, вы просто говорите, скандал снимает с себя ответственность. И что, чувств нет и ему на меня все равно, окей. Окей. Это, но скандал без вас, без вашего участия не мог бы быть, значит, участвовали вы. И вот, нас интересует именно ваше участие в скандале. Именно ваша ответственность, именно ваша заинтересованность. Именно ваши 50% ответственности, для которых здесь несловно. Вот, много гадких слов. Потом извините. А решение-то какое? Вот вы говорите, что решил, мы, я и дети должны поехать домой, поесть квартиру подешевле, ну и вообще там старшего можно отправиться в сад. И здесь тревожный момент. Он идентифицирует вас и ваших детей как единое целое. Это проблема. Потому что это означает, что вы и дети для него едины. Понимаете? Это, еще раз повторяю, проблема. Но вы, вы это восприняли адекватно. Видимо. Вот. Я не знаю почему, почему. Может быть из-за вашей такой детско-родительской позиции по отношению к мужу. Может быть еще из-за чего-то. Мне сложно, мне сложно так сказать, потому что очень мало информации. Но однозначно, что вы на это не обратили внимание, а это очень важно. То есть вы уже для мужчины ничем не отличались от ребенка. То есть вас всерьез не воспринимали. Потому что он решает куда поедете вы с детьми. Не вы вместе решаете, а он решает за вас как за ребенка. Вот в этом и вся беда. В этом и здесь такой печальный момент. Вот. Дальше. Увез меня с дикой обиды. Опять же. Что значит увез меня с дикой обиды? Вот. Это позиция жертвы. Если бы вы не захотели, никто бы вас не увез. Если у вас обида, отнеситесь к ней адекватно. Но нет. Со своей обидой вы ведете себя как ребенок. Я обиделся на человека, человек плохой. Человек виноват в том, что у меня обида. Дальше. Четыре месяца я и по хорошему и по плохому пытался с ним помириться. Я не очень понимаю по поводу чего вы пытались помириться, если он перед вами изменился, а вы собственно пишетесь, что он увез вас с дикой обиды. Я не очень понимаю по поводу чего вы хотели помириться. Опять же. Что значит по плохому помириться? Как это? Но. Опять же. Любое примирение без решений каких-то, без выводов, не имеет смысла. И это еще раз говорит о том, что вы друг друга всерьез не воспринимаете. Возможно, это связано с тем, что вы иначе начинали встречаться с детьми и у вас не получилось избавиться от этой вот детской формы восприятия отношений и друг друга, и себя в том числе. То есть вы не чувствуете себя взрослым. Вы не чувствуете себя взрослым с ним. Дальше. Так. Бесполезно. В итоге увидел у него на странице в соцсети переписку с этой самой стажерки, что он ее что-то там скупил. Что значит бесполезное? Это первое. Второе. Как именно вас задела переписка, то есть купил это, ничего еще не значит, да, то есть здесь как бы, ну, опять же, по-взрослому нужно, но вы отнеслись так. Вы говорите, раз такие дела, значит зачем надо было весь этот концерт? Это опять же родительская позиция здесь. Это была эта родительская позиция. Всем говорил, как он переживал, что мы просто в ссоре и развод ему не нужен. Непонятно откуда речь пошла про развод. Кому? Всем. Откуда вы это знаете? Я приехал к своим родителям, нас пригласили на день на день, но мы уже не общались, если чего, по поводу чего, как это связано с тем, что вы хотели, хотели с ним помириться, не очень понятно. Получилось так, что увидела в его телефоне любовную переписку с этой стажеркой. Что значит получилось? Знаете, любовная переписка это не то, что выставляется на первый план, значит вы специально это сделали, значит вы целенаправленно ее увидели. Опять же получилось так, это снятие ответственности, личной ответственности, вы ее не несете здесь. Не выдержала и завязалась драка. Ну, тут как бы без комментариев, да, то есть что не выдержала, непонятно. Опять же это, по сути, вот скопилось, 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 да, то, что вы обвиняете другого человека и в итоге, собственно, это приводит вот к этому. Попытались поговорить на сходящий день. Почему не говорили до этого? Сказал, что чуть нет к ней, что он мне назло и купил, он ей на работу новый комп от фирмы, но раз я его не отправил, то назло пошел, чтобы следил за словами. Ну да, он родитель, он пытается строить из себя родители, хотя в действительности ребенок. Вы пытаетесь строить из себя ребенка, хотя в действительности вы родители, потому что вы берете на него, на себя ответственность за него, за семью, вы подваливаете на себя большую часть ответственности. Вот. Потому что отношения не получается, не складываются отношения. Так, между ними ничего не было, кроме переписки. Чуть никому нет вообще. Я понимаю, что поступила глупо, но написал ей, подтвердила его слова, его слова, начали с ним переписки. Сам он тоже это говорил. Не очень понял смысл этой фразы. Для чего вы это сделали? Для чего вы это сделали? То есть то, что глупо поступили, это вы себя обвиняете. Мне не нужно себя обвинять. Для чего? Что вы хотели? Какие ваши были желания? Что вам было нужно? Обвинять себя толку нет. Вот. Выделить желания и признать, что вы чего-то хотите, признать, что вам что-то нужно. Это вот очень важный момент. Так, она якобы в щеке, по его рассказам я тиран. Она никак не могла найти мне оправдание. Думала, что человек никому не на нем. Все правильно. Все правильно. Вы родители. Вы родители. Родители это всегда тиран. Мужчина чувствовал себя самим ребенком, он чувствовал себя жертвой. Да? Все так. Сказал, что их общение ей больше не надо. Попытались с ним наладить общение, но я не могу простить это. А это что? Вы не можете простить. Что конкретно? Я знаю, что он врет. Врет в чем? И опять начали скандалы. И опять никакой личной ответственности. То, что он врет, это ваша подозрительность. Но вы за свою подозрительность, то есть за свою неудовлетворенность, то есть за нежелание самостоятельно корректировать что-то в своем поведении, вы обвиняете человека другого. Здесь вы поступаете как ребенок. Вот. Значит так. Дальше. И опять начали скандалы. Ну, по скандалам то же самое. Да? То, что я говорил. Пришло время крестить младшего сына. За это время я отнервался. Благодаря превышенному свободному времени занялась с собой, похудел. В общем, все, кто меня знает и видит, говорят, что я изменил, это вообще стала красотка. Какое-то вот очень, знаете, такое, ну, внешне ориентированное начисление, что ли. А почему вы раньше собой не занимались? А что вы ожидали от мужа как бы? Тогда просто вот, если вы не занимались собой, почему вы решили, что он будет вас ценить, если вы себя не цените? То есть это вот, ну, вот это вот, это вот то, что очень важно вам увидеть. Вот. То есть с обвинением, с обвинением, с обвинением, да, это история такая, очень тонкая. Но мне кажется все-таки, что вы в отношениях занимаете родительскую позицию. Так. Он был недоволен, пока мы сидели и отмечали его родителей. Недоволен чем? Стоило мне уйти и так в разное настроение поднялось, и мне сказали, что опять со своей стажеркой переписывался. Кто сказал? Почему вы считаете, что это правда? Откуда эти люди знают? Почему вы верите за этим лицам? Вот. В чем проявляется его недовольство? Как вообще вы отмечали у его родителей? Что вы отмечали у его родителей? Почему вы вместе были на празднике, хотя между вами было не все гладко? Как он, по вашему мнению, должен был себя вести? Что за этим вашим мнением, да, скрываются? Какие чувства за этим вашим мнением скрываются? Так, он уехал опять куда, зачем, для чего, на сколько? Мы продолжили общаться с СМС, но тут я узнала об этом через 3 дня. О чем вы узнали? Значит, значит, вы пишете, что вы опять взорвались. Опять снова никакой ответственности. Снова это ребенок, это детская позиция. Детская позиция у вас по отношению к себе. Но по отношению к другому, это родительская позиция. Как так? Как так что? В итоге, по его словам, вообще выяснилось, что любви ко мне никогда не было. И все это время, как мы были вместе, он только терпел меня. Говорил столько, что я хотел услышать. Ну, это классическая история, когда вы обесценили себя в глазах своего мужа. Просто, ну, просто обесценили. Ему противно, потому что он видит, как вы себя ведете. Ну, ему хочется как-то выжить, потому что он не может смириться с мыслью, что вот на этого человека он тратил свои силы. То есть, понимаете, как бы, он ведет себя не самым лучшим образом, это безусловно. Но и вы, вы здесь тоже действуете крайне-крайне опрометчиво и крайне-крайне не по взрослому. Так, значит, вы пишете... Так, терпел меня, изображал неплохого мужа, я в шоке. И шок — это очень удачное состояние для человека, который, опять-таки, не хочет нести ответственность. И, значит, самое главное, у меня к вам вопрос. Аааа... Ааа... 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 Вот вы... Как бы, вы как бы ему не верили до сих пор, тут внезапно поверили. Так может быть, все дело в том, что вы сами думали о себе так? Может быть, вы сами себя недооценивали? Почему внезапно в этом вы не поверили? И из-за чего ненависть? Ненависть – это очень сильное чувство. Не потому ли вы его ненавидите, что мужчина вскрыл вам взгляд на саму себя здесь? Вскрыл вам то, в чем вы себе сами, признаться, отказывали? Дальше, так, я ненавидю этого человека, да? То есть, чего этот человек вас лишил, подумайте. Почему он мог лишить вас гармонии и равновесия? На развод я ему сказал, что сама продавать не буду. Ему надо, пусть продают. Здесь чистая детская позиция. Пусть в будущем сам находятся слова, оправдывается перед детьми. Это вот опять детская позиция. Тут в основном виноват он. Вашей ответственности как бы ни в чем нет. Единственный вопрос – как пережить и забыть? Забыть никак. Пережить – только взять личную ответственность и исправить свои ошибки. Это вот то, что вам нужно сделать. Я бы руки на себя наложил. А это уже вопрос касается вашего личностного смысла. То есть, для чего вы живете? Такое впечатление, что для себя вы не живете. И здесь у меня возникает предположение, что и ваши родители тоже для себя не живут. Что они так же, как вы, пытаются отгородить своих детей от проблем, еще не живут для себя. И весь смысл жизни – это жить для кого-то. Так отношения не строятся. По крайней мере, здоровые. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. По сути, вы играете в игру «Всо из-за тебя» и, соответственно, игру «Скандал». Можете про эти игры почитать в интернете. Там они описаны более подробно. Вот. И вам нужна психотерапия, да? Вам нужна психотерапия. Безусловно, придание личностного смысла и проработка всех проблем, которые я назвал. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!